Всем привет! Вы на канале Японский язык, а Даша Диао Япончика. И я его бессмертный ведущий, Даша Диао Япончик. В сегодняшнем уроке я поделюсь своей техникой, как изучать иероглифы. Что для этого мне понадобится? Методичка. Она у меня на компьютере. У меня первая методичка по этому курсу. И словарь Яркси. Вот он так выглядит. Мы по нему будем смотреть в прописи. Вот. Конечно, понадобится листочек, ручечка. И давайте, уже не затягивая, начнем учиться. Когда я вижу незнакомый иероглиф, и вы когда видите, вы в первую очередь прописываете. Мы сейчас будем прописывать вот этот вот иероглиф. Я покажу просто, как его прописать. Ну, как это все находить его. Вот он. Гаку Манабу. Манабу. Это нижнее чтение. Вы его увидите. Оно, скажем так... Я советую всегда пробовать иероглифы по нижним чтениям, если оно имеется. Потому что нижнее чтение не имеет повторений. В отличие от токонных чтений. Ну, да ладно. Видим вот Гаку Манабу. Бам-бам-бам. Черты. И вот, что мы видим. Прописываем. Ну, я просто уже знаю все это дело. Раз, 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 раз. Вот. Итак, давайте с каждым. На следующий иероглиф под номером 2. N-парк. N имеет множество этих анонимичных чтений. Поэтому я просто знаю слово, с которым этот иероглиф состоит. Это Коэн. Коэн. Парк. Вот он. Беру. Мне нужен вот этот иероглиф. N. Черты. Так. Вот мы это все видим. Просто прописываем. Раз, 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 раз. Друзья, у меня есть камера. Поэтому не обессудьте. Выживаю как могу подручными средствами. У нас, значит, в первом уроке около 30 иероглифов. Так вы с каждым иероглифом проделываете. Такую же историю. По поводу, где можно найти прописи. Мне нравятся в Ярксе слова. И в Акидоке, если не ошибаюсь, есть. Ну, в общем, надо поискать, где они еще есть. Итак, и давайте сразу же к технике. Моя техника основана на списковом методе. Что такое списковый метод? Это когда мы берем... Вот здесь у нас там... Тан-тан-тан. Когда мы запоминаем слова в списке. И их как-то классифицируем. И вот так вот рукой подбираем. Ну, и по памяти что-то проговариваем. Таким образом слова лучше запоминаются. Ну, я сейчас подробности теории списковой техники опущу. Просто вам показываю, как это делается. Итак, моя первая задача прописать в линию все иероглифы. Я начинаю. Утангаку. И парк. Сай праздник. Яма. Гора. Дента. Поле. Ямада. Кё, яма. Сейчас. Хи. Каньчи. День. Ген. Мото. Основа. Раньше впереди. Так, здесь места нет. Давайте, в общем, столбчик. Дальше. Ки. Дух настроения. Ваттащи. Щи. Ваттащи. 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 Кою. Тому. Тамудачи. Тацу. Суффикс. Нож. Ночислам. Кстати, можете это видео как прописи использовать. Я так-то все знаю, как писать. Значит, сайс. Що. Ума. Ума. Икири. Умарэ. Ру. Нам. Сырой. Потом. Социо-выпускник. А че, тут не 30. Иероглифов 15 всего. И геоджи. Это тут. Геодело. Профессия промышленности. Ватза дело. Вот, я прописала все иероглифы. Их у нас 15 штучек. А, нет. Или евро. Не-не-не. Давайте остановимся на 15. Потому что ваша задача уже понять потом принцип. Ну, я просто показываю принцип, а вы потом уже сами иду все проходите. Итак, следующая моя задача записать в столбичек все онны чтения. Что куны чтения? Чтения, которые написаны в данном случае методически катаканой. Это китайское чтение. Куны чтения это чтения японские. И японские чтения, они фонетически разные. Поэтому их легко отличить. Оны чтения такие односложные. А куны... Ну, вы сейчас сами поймете. Давайте так. С оны чтения. У гаку это гаку. У парка — н. Я именно в столбик записываю. Сай — праздник. Дальше. У горы Яма — сан. У поля — ден. Дэн — та поля. У... Чё там? Кё има. Кё има. День солнца — хика. Да, у иероглифа может быть несколько укуновых чтений. Что касается методичек, я там выбираю самые распространённые чтения, поэтому на самом деле их больше. Основа раньше впереди — ген мото. Бывает даже такое, что не все по чтению попадаются. Вот если брать иероглиф, ну, как бы, и все чтения изучать, то когда вам все чтения попадутся, это ещё надо прикинуть. Ки — дух настроения. Щи вата, щи ватаку, щи. Записываю щи. Тацу. Тацу, тацу. Сразу же так это... Чем щи катановская отличается от тцу? Значит, щи — вот она. Ну, давайте здесь нарисую. Щи — вот она, а тцу — вот она. А со — вот. Эн — вот. Щи, тцу, со, дна. То есть у щи равно вот здесь, вот тцу, вот она вот здесь, вертикальная, горизонтальная. Со — так, так, всё. Всё, живите с этим, ребят. Значит, что Уму и Киру родить бы живым. Се — ещё. Сотцу. Блин, места не хватает. Сотцу и дё. Ватза. То же самое, только нижнее чтение записываем. Гаку, манабу, манабу. Обязательно, если глагол, пишем в скобки, и какая часть выносится за скобки. Если уроглифа отсутствует, кун на чтение, мы пишем просто онне. Эн, парк, коэн, но, эн. Сай, праздник. Ян, яма, гора, яма пишем. Дэн, та, поле. Потом чё, има. Чё, има сейчас. Ген, хика, ничи. День солнца, ничи. Потом чё, ген, мото, мото пишем. Основа, ки, дух, настроение, здесь китайское чтение, ватащи, ватащи, ватащи. Ну, ватащи, ватащи, ватащи. Чё я его изучать? Ватащи, понятно. Значит, я ю, тому. Тому, друг. Тащи, суббексное число. Потом чё, уму, кирю, море, рунамы. Все, все записываем. Уму. Итиру, умареру, намам. Дальше у нас соцу и йо. А у йо вадзе там, на самом деле. А, у йо вадзе там вадзе чтение. Ну, вот она такая табличечка. И какая моя задача? У нас, мы смотрим на таблицу с кунными чтениями. Мы, как бы, условно, да, закрываем все подсказочки. Ну, или так, глазком одни подсматриваем, другим читаем, как я люблю говорить. И чё мы делаем? Манабу. Вспоминаем, что такое манабу. Учиться. Учиться. Эн. Парк. Сай. Праздник. Яма. Гора. Та. Поле. Има. Сейчас. Ничи. День. Мото. Основа. Ки. Дух. Настроение. Латачи. Я. Тому. Друг. Товарищ. Тачи. Суффикс. Сножественности. Уму. Уму. Родить. Икиру быть живым. Умареру. Рождаться. Намасырой. Социо. Упускник. Вас за дело предприятия. Правильно? Вас за дело просто. Это, конечно, это я всё знаю. Но вы, поскольку вы это всё дело прописали, вы условно запомнили, я вам гарантирую, вы условно запомнили, где какой уроглиф находится. Предварительно каждый уроглиф прописать. То есть процентов 90 вы этот столбик весь переведёте вот так с листа. Я вам говорю, потому что я эту технику прогоняла несколько раз на очных курсах. И люди, они по памяти вот этот столбец прекрасно говорили. Просто так кажется, что это ещё только пятна. Мы, представьте себе, мы за урок мы все 30 штук прогоняли. И это как бы не предел. Вот. Теперь какая вторая задача? Поскольку мы смотрим теперь на столбик с лонными чтениями. Поскольку лонные чтения, они, как бы так сказать, фонетически бедные. Потому что, ну, представьте, Манабу и Гаку. Эн, Эн. Ну, типа вот Яма, понятно, гора, да? А вот Сай, они как бы не несут в себе смысла. Это просто как бы слоги. И в отличие от кунных чтений, они более как бы фонетически разнообразны. Поэтому этот слог был с сонными. Он гораздо сложнее, ну, запомнить. То есть давайте посмотрим, как это делается. То есть я вот это всё дело закрываю. Давайте так. Итак, здесь у меня рядышком есть переводик. Я одним глазком подсматриваю. Хотя, ну, я уже на самом деле помню всё по памяти. Ну, просто друг. Вот. И давайте смотреть. Итак, я честно никуда не подсматриваю. Гаку учиться. Эн парк. Сай праздник. Сан гора. Дэн та поле. Кё сейчас. Хика день. Дэн. Дэн, дэн, дэн. Поле, что ли? А, ген. Ген основа. Ген мод основа. Ки дух настроения. Щи. Хороший вопрос. Не помню. А, щи в атаку щи. В атаще. Тацу. 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 Сфикс-можественности. Сэй, чё умарэр быть живым. Сэй, чё выпускник, дэо дело. Теперь моя задача сказать то же самое чтение, только с кунным чтением. Гаку манабу учиться. Эн, этот парк. Сай праздник. Сан, яма гора. Дэн та поле. Ё, ой, кё има сейчас. Хи, ка, ничи день. Ген, 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 ген мото основа. Ки дух настроения. Щи в атащ, в атаку щи я. Тацу. Тацу, по-моему, там. Тацу тачи. Тацу тачи. Сфикс-можественности. Сэй, чё уму рожать умарэру быть живым. И киру быть живым. А, умарэру рождаться. Нама сырой. Сотсу гео. А, социо выпускник. Гео учиться. А, нет. Гео дело вадзе. Гео вадзе. Дело профессии промышленности. Вот. Ну и как бонус. Мы теперь смотрим только на вот эти иероглифы. И мы прогоняем все то же самое, что я с сонным чтением прогнала. Ну и как бы. Гаку манабу учиться. Эн, 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 парк. Сай. Праздник. Дэн, яма, гора. Дэн, та, поле. Кё, има. Сичас. Хика, ничи, дзень, солнце. Ген, мото, снова. Ки, дух, настроение. Щи, па, тащ, вот так, ши, я. Ю, томо, друг. Тачи, тацу. Множественный суффикс. Сэй, шо умумарэру киру, нама. Рожать быть живым. Рождаться сырой. Гео, соц. Книг, гео, вад за дело, профессия, предприятие. Я никуда не смотрела, не подсмотрела, друзья. Вот, такая техника термоядерная, но эффективная. То есть она позволяет, понимаете, в долгую, ну, выучить и, так сказать, с минимальным количеством повторений. Конечно же, необходимое повторение, но эта техника, она отличается от той, знаете, вот, которая, дедовский метод, да, вот это вот, от дрочки, что я называю. Когда вот, ну, как это, метод забивания гвоздей я называю. Она более интересная, она, так сказать, с творческим подходом, а все, что творческое подход, с творческим подходом, извращенное, оно лучше запоминается. Так что, не бойтесь, тут продолжит список до 30 эруглифов, я вполне себе в вас верю. Друзья, что думаете по поводу данной техники, помогла ли она вам, пишите в комментариях. С вас лайк, подписка. Буду рада любой активности на канале. Всем спасибо, всего доброго, пока-пока.